Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, меня зовут Борис Тизенгаузен. Итак, Украина официально начинает переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это будет очень непростой путь. Что ждет нас в конце, что получит Украина от вступления в Европейский Союз? Сколько лет может пройти, пока наша страна не станет полноправным членом ЕС? И что в итоге получат украинцы? Какие будут зарплаты, пенсии, налоги, тарифы? В общем, об этом, обо всем, про плюсы и не только, и про минусы поговорим в программе на эту монотему. Итак, давайте начинать. Подпишитесь пока на этот канал, если вы здесь впервые, и разбираемся. Итак, если на улице остановить 10 человек и спросить, что для них значит вступление Украины в Европейский Союз, я думаю, что ответы будут очень разными, но примерно где-то будут звучать схожие ответы. Это про европейские зарплаты, европейские пенсии, европейский уровень жизни и так далее. Но, а что еще, как говорится? А что получит украинский бизнес? А выдержит ли этот бизнес европейские стандарты? То есть мы же с вами видим периодически польских и не только европейских фермеров. Вообще, почему они бунтуют? Об этом, обо всем тоже поговорим в сегодняшней программе. Итак, но поистине день этот исторический, это еще одна ступенька на пути в Европейский Союз. И давайте посмотрим, что же это за путь у нас такой будет. Ну вот Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сказала, что переговоры о вступлении Украины, кстати, с Молдовой тоже начались переговоры, процесс будет непростым и лишенным коротких путей. А вот Шарль Мишель, глава Евросовета, заявил, что Украина может стать членом блока до 2030 года. Это, кстати, абсолютно реальная перспектива. Я думаю, что может даже и чуть позже. Но многое будет зависеть от нас. Шарль Мишель сказал, что обе стороны должны выполнить домашние задания. Что не только Украина должна воплотить реформы, которые она обещала воплотить, но и Евросоюз со своей стороны должен быть готов принять нового члена, то есть Украину. Но смотрите, сейчас в Евросоюзе 27 государств. То есть они все единогласно должны сказать, да, Украину мы принимаем. А Украина, про какое домашнее задание говорит Шарль Мишель, мы обязались выполнять несколько реформ, в том числе реформа судебной системы, антикоррупционная реформа, создание работающих антикоррупционных органов, ну и много еще всего. Кстати, мы уже двигаемся, то есть мы выполняем в рамках этих реформ определенные соглашения. Депутаты на сессии, каждую сессию голосуют евроинтеграционный пакет. То есть это список, значит, законопроектов для приведения к стандартам европейским. Они их пачкой голосуют пакетом, ну потому что такие у нас обязательства. Ну вот сейчас мы приближаемся потихоньку к тому, что нас ожидает, какой путь мы будем проходить. И у нас ждет, в принципе, три шага еще после того, как мы начали переговоры и с нами начали эти переговоры. То есть Европейская комиссия должна выдать заключение потом об успешном завершении переговоров, которые мы начали и соответствия Украины критериям вступления. Плюс соглашение о вступлении в Европейский Союз, должно быть принято такое решение. И ратификация этого соглашения, мол, вот все страны, парламенты стран, которые в Европейский Союз входят, они все должны ратифицировать это соглашение. И тут я напомню, что у нас есть целый ряд проблем с представителями Европейского Союза, и в том числе с Венгрией, которые говорят, что мы не будем вас пускать в Европейский Союз. Нет, решайте наши вопросы. И, судя по всему, именно эта проблема исподвигла сейчас наших чиновников плотно взяться за венгерскую проблему, проблему закарпатских венгров. И недавно вице-премьер Стефанишина как раз заявила, что Венгрия предъявляет нам 11 пунктов, которые нужно выполнить, и мы их выполним. То есть там нужно дать дополнительный, ну, скажем так, восстановить права закарпатских венгров, как такие, какие у них были до принятия языкового закона, там, до 2015 года. Ну, ничего, выполним, нам на самом деле не проблема. И история вопроса. То есть как мы вообще шли в этот Европейский Союз, зачем мы туда идем и почему? Значит, обсуждение возможного соглашения в 2004 году началось, после Оранжевой революции, к 2013 году, в 2013 Украина и Европейский Союз были готовы уже подписать соглашение, но вмешивается Россия, которая говорит Януковичу не подписывать. И он делает резкий разворот. До этого всем рассказывал, мы подпишем, подпишем, и делает резкий разворот. Ну, что было потом, вы знаете, вышли люди на Майдан, их избили, и пошло-поехало. Начался Евромайдан, итог которого Янукович бросил страусов, бросил машины, сбежал с КАМАЗами в Россию, с КАМАЗами денег. Ну, а к власти пришли те, кто были на Майдане, пришел Порошенко. И дальше Украина не смогла добиться существенного прогресса. Летом 2014 года было подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако в течение нескольких последующих лет оно реализовывалось поэтапно. То есть, ну, в общем, были к нам большие претензии. И в том числе, кстати, из-за коррупционной составляющей. Прорыв произошел в 2017 году, когда был введен безвизовый режим для поездок в ЕС. Я думаю, многие украинцы на себе это ощутили. Но и по итогу началась война, полномасштабное вторжение со стороны Российской Федерации. И вот сейчас большинство европейских экспертов говорят, что Киеву все равно нужно будет выиграть в войне с Россией. Добиться соглашений по безопасности своей. И вот тут главный вопрос. А кто же нам даст эти соглашения по безопасности? То есть, если вопрос о вступлении Украины в НАТО тоже откладывается туда же где-то до 2030 года, есть такое ощущение, то какие же гарантии безопасности? И как тогда мы покажем эти гарантии безопасности? Гарантии безопасности со стороны России? Ну так себе, если будет что-то подписано. Мы знаем, от чего они стоят, эти гарантии безопасности. Так что выиграть войну, получить гарантии безопасности, что не нападет на Украину Россия. И тогда Украина будет готова вступить в Европейский Союз. А не многовато ли условий? Ну ладно, мы сейчас перейдем к этому, ко всему, к самым интересным моментам, к зарплатам, к пенсиям, которые у нас в Европейском Союзе. И что ждет нас? Итак, ну что мы вообще должны сделать, чтобы вступить в ЕС? Мы должны получить единогласное, значит, одобрение, так как я уже и говорил, от всех стран. Но до этого мы должны провести переговоры и, соответственно, показать, что мы все реформы выполнили. И мы сейчас далеко не все реформы выполнили, хотя прогресс отмечается. Значит, у каждой страны вот этот прогресс от начала переговоров до вступления занимал разное время. У тех, кто вступил. Иногда это десятилетия. Вот я вам приведу пример стран, которые, ну, наверное, похожи в чем-то на нас. Когда они вступали, сколько они двигались к вступлению в Евросоюз? Значит, Словения, Венгрия, Чехия, Польша, Эстония, Румыния, Болгария. У них 6 лет и 10 месяцев. От переговоров до вступления. Хорватия. Вот Хорватию, кстати, нам приводят в пример. Потому что Хорватия из-за схожести каких-то государственных процессов, и у Хорватии была война с соседом, с Сербией, и приводят нам в пример Хорватию. Посмотрите на Хорватию и примерно поймете, когда вы будете вступать. Но тут есть один очень важный момент. У Хорватии сосед, с которым она воевала, Сербия, не претендовал на полноценное моно-влияние вообще на политику страны. То есть там была война, да, была война. У Хорватии не был противник такой гигантский, как Россия, и ядерный не был. Поэтому Хорватия, ну, результатом, значит, вступления Хорватии стало то, что, в общем-то, первое правительство, когда начались переговоры после войны, Хорватия, кстати, выиграла, и считают, что это тоже стало толчком. Так вот, первое правительство, которое начинало этот процесс, оно тормозило его всячески. То есть там была коррупция, никто не поборол эту коррупцию, и долгое время Хорватия вот как-то топталась на одном месте в плане вступления. После пришло новое правительство, и на фоне проводимых реформ там был скачок, стремительное развитие туристического сектора, и Хорватии удалось добиться мощного роста экономики. В общем, у них там какими-то бешеными темпами для послевоенного периода рос ВВП 5,6%, и, в общем-то, правительство, которое решило, что нужно вступать в ЕС, оно сделало для этого необходимые реформы. Ну, тут есть еще один нюанс. У вступления Украины в Европейский Союз будет огромное количество противников. Кто эти противники? Начнем с того, что в принципе сейчас в Европе ультраправые правые, которые приходят к власти, они против расширения Европейского Союза. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, они не хотят за счет бюджета Европейского Союза вытягивать из болота, как они считают, бедных родственников. То есть вот Липен во Франции, Фицо в Словакии, Орбан в Венгрии – это все популисты, правые, они не хотят делиться деньгами Европейского Союза, они понимают, сколько денег потянет за собой вступление страны, особенно такой, как Украина, в Европейский Союз. Почему? Да потому что придется выравнивать показатели все, придется вливать огромные деньги в Украину, Украина получит право пользоваться фондами после вступления в Европейский Союз. Я вам сейчас одну цифру приведу, я думаю, вы поймете, почему они так против. То есть вступление Украины в Евросоюз даст ей право на получение около 186 миллиардов евро из бюджета блока. Почему? Откуда такая астрономическая сумма? Потому что Украина будет, когда будет вступать, будет самым бедным членом Европейского Союза и самым крупным сельхозпроизводителем в составе Европейского Союза. А в Европейском Союзе, то почему бунтуют постоянно там фермеры, на сельское хозяйство выделяется колоссальное количество денег, дотаций. Но этого всегда мало. А так как у Украины огромные сельхозтерритории, Украина съест львиную часть бюджета этих дотаций. То есть получается, что в 2000, условно говоря, за 7 лет на эти две категории придется на бедность, а, ну еще и параметр бедности. То есть придется выравнивать показатели и придется датировать огромное количество сельхозтерриторий. Так вот на эти два показателя, на эти две категории 62% бюджета всего блока придется. Понимаете, почему они так не хотят, так бунтуют? Потому что Украина, по большому счету, в их понимании сожрет весь бюджет Европейского Союза при вступлении. Вот они, конечно, и упираются. Но тут, как говорится, Украина, мне кажется, заслужила право быть полноправным членом Европейского Союза больше, чем некоторые там находящиеся, которые посматривают в сторону России, прекрасно пользуются российским газом. Ну, в общем, такие вот дела. Поэтому очень много будет противников. Главными противниками, конечно, будут фермеры. Ну, одни из главных противников. Потому что, как я уже сказал, Украина будет потребителем огромного количества дотаций сельскохозяйственных. Фермеры эти имеют свои политические силы, фактически влияют на политические блоки. И у нас появится еще приличное количество оппонентов уже в политическом поле Европейского Союза. Ну, а что? Давайте уже переходить к тому, наверное, что это нам даст. Плюсы и минусы. Абсолютно реальные. Прежде чем перейти к этому блоку, напомню, если вам нравится канал, если вам нравится спокойная аналитика, вы всегда можете поддержать команду, которая работает над этим каналом. Сделать это очень просто. Вот здесь в первом комментарии есть ссылка, по которой можно перейти и абсолютно произвольную любую сумму доната перечислить в два клика на поддержание канала. За что команда и я, конечно, всегда вам признательны. Итак, переходим к главному блоку. Плюсы и минусы. Плюсы. Начнем с плюсов. Образование. Украинские студенты и школьники смогут в легкую просто учиться за границей. Наша система будет подтягиваться к определенным европейским стандартам. Наши дипломы европейского образца будут котироваться во всех странах. И, ну, в общем-то, мне кажется, тут только язык учи и вперед из песни, как говорится. Не на птичьих правах, а как полноценный гражданин Европейского Союза дети смогут поступать в лучшие вузы. Дети у нас талантливые, дети у нас молодцы. Поэтому на всевозможные гранты могут претендовать и так далее и тому подобное. Поэтому это большой плюс того, что будут получать европейское образование в лучших вузах наши дети без всяких проблем. Коррупция, точнее борьба с коррупцией. Ну, тут нужно понимать, что интеграция с Европейским Союзом, дерегуляция и гармонизация законодательств в автоматическом режиме, ну, не избавит, конечно же, от коррупции. Потому что в странах Евросоюза она тоже есть, где-то больше, где-то меньше. Она есть вообще во всех странах, где-то больше, где-то меньше. Но, по крайней мере, механизмы европейские, в том числе, показали определенную свою действенность. Ну, в общем, давайте так, красть станет гораздо сложнее. Просто будут учтены определенные требования. Я думаю, к тому времени мы поизбавляемся уже, избавимся, точнее, уже от целого ряда коррупционных кормушек, как-то госпредприятия и реформа налоговая, и все вот эти вот дыры, которые продуцируют огромное количество кэша. А оно все будет закрыто. Поэтому красть будут меньше, если говорить проще. Работа в Европейском Союзе. А сейчас, ну, и задолго до войны, украинцы ездили туда, ну, как вот такая дешевая рабочая сила. Мы знаем это. Кстати, там трудовая миграция и в самом Евросоюзе тоже присутствуют. Поляки едут в Германию, едут в Великобританию работать, украинцы приезжают в Польшу, ну, и так далее. Но сейчас украинцы, ну, не сейчас, а когда Украина вступит в Европейский Союз, украинцы смогут конкурировать полноправно, точно так же, приходя на работу, и конкурировать не на каких-то низкоквалифицированных работах, а вот на высококвалифицированных с дипломом, который будет котироваться. То есть это большой плюс. Есть и минус, конечно же, этого работа в ЕС. То есть мы взяли, опять же, только язык сдерживают. Взяли и собрались. Ну, это опять же, когда закончится война. Но есть и минусы. Через это прошли многие страны, которые вступали в Европейский Союз. Когда страна становится полноправным членом Европейского Союза, когда граждане этой страны становятся гражданами Евросоюза и могут на трудовом рынке конкурировать, они что делают? Они не дожидаются, пока твоя страна пройдет несколько лет или, там, десятилетия сложного этапа, пока приводится, там, к стандартам единым, пока выравниваются какие-то зарплаты, пенсии и так далее минимальные. Кстати, какие там минимальные, об этом будет в программе. Поэтому не переключайтесь, как говорится. Так вот, зачем сидеть и ждать пока в твоей стране, которая только-только вступила? Если вот есть Германия, есть Франция, есть Нидерланды, вперед, как говорится, там уже все это построено. И ты уже гражданин Евросоюза. Все, ты не какой-то бедный родственник. Ты едешь туда и работаешь. Поэтому отток квалифицированных кадров, это гарантированно. Для нас это двойная, если не тройная проблема, потому что у нас и так отток произошел из-за войны. Часть людей, из которых, ну, достаточное количество не вернется. У нас погибло большое количество людей. Ну, в общем, у нас проблема трудовых кадров крайне остро будет стоять. И еще и отток, это тоже будет проблема. Поэтому к этому тоже нужно будет готовиться. Доступ к фондам. Это важный момент для Украины. При грамотном подходе, правильном использовании вот этих европейских денег, можно совершить маленькое или большое такое чудо. Было бы желание, как говорится. Но тут тоже есть нюансик. У кого-то получилось с доступом к деньгам совершить это чудо, а у кого-то не получилось. То есть, вот, например, Польша фактически с нуля была отстроена. Там дороги, мосты разве... Ну, короче... А вот Венгрия? У Венгрии не случилось. У Румынии получилось. А вот у Болгарии не очень. То есть, тут очень много факторов, которые действительно будут влиять. Хоть ты доступ к фондам имеешь, хоть не имеешь. Поэтому первое и главное, что нужно сделать, те самые реформы, которые от нас просят. Они, кстати, нам больше нужны. Реформа судебная, антикоррупционная и так далее, и так далее. Они нам больше нужны, чтобы не случилось так, что Украине перестали давать деньги. На разных этапах вступления в Европейский Союз сейчас находятся несколько стран. Кандидаты. Украина, Босния и Герцеговина, Молдова, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Турция и Грузия, которая идет вообще в обратном. В этом направлении. Поэтому, друзья, реальные сроки абсолютно, которые обозначил Шарль Мишель. А я думаю, там знаете, какая механика подсчета. Почему к 2030 году, а может даже чуть-чуть попозже. Да потому что должна закончиться война. Потом Европейский Союз в том числе будет отстраивать, помогать отстраивать Украину. Потом нам нужно семимильными шагами выполнить все домашние задания. И потом уже будет разговор. Да, у нас ситуация, ну скажем так, как бы это цинично не звучало, мы чуть в более выигрышном положении. Потому что мы фактически защищаем собой всю Европу. Тот самый Европейский Союз, который будет принимать решение о вступлении. И, ну знаете, как право страны, которая была, прошла через войну. Это я уже говорю, как на нас будут смотреть после войны. Поэтому, конечно, мы в чуть более выигрышном положении. Но, друзья, а тут мы про плюсы-то поговорили. Учеба и так далее. Но есть же и минусы еще. И это еще не все, кстати, плюсы. Для бизнеса открытие европейских рынков это тоже плюс. Действительно. 450 фактически миллионный рынок, куда украинский бизнес сможет, в том числе там уже на правах, на правах говорю, на правах европейского бизнеса торговать. Но есть и минусы. Это также работает в обратную сторону. Не весь украинский бизнес выдержит и потянет европейские нормы. Это правда. Так оно и будет. Просто эмиграция. Ну, то есть, люди просто... Все, мы в Европейском Союзе. Но зарплаты и пенсии, минималки там по Европейскому Союзу, они везде разные. То есть, люди будут просто думать, ну, пока тут 10 лет еще моя страна будет проходить, сложные этапы и так далее. Да, ну, до свидания. Я поехал жить в другую страну Европейского Союза. Я же теперь европейский гражданин. Квоты – это из минусов. То есть, вот то, что сделало, самый большой удар нанесло по Европейскому Союзу, это, ну, и экономический кризис, и кризис, связанный с мигрантами. Так вот, принять на себя, в том числе, и ряд очень непопулярных в Европе процессов, которые привели, в том числе, к мигрантскому кризису, нужно понимать, что Украина будет испытывать серьезный недостаток в рабочих руках. Поэтому Европейский Союз может, ну, неоднократно говорили об этом, и мои коллеги, использовать Украину для того, чтобы вот мигрантов отправлять сюда. Нужны вам руки, мы вам заплатим, мы вам на содержание их дадим деньги, только принимайте их к себе. У нас такая внутри политика. Многие страны внутри Европейского Союза упираются очень сильно, такие как Польша, например. А есть те, кто не упираются, ну, и в итоге получают определенные проблемы. Я не подумайте, что я какой-то ксенофоб, но просто бесконтрольно принимать мигрантов, не просчитывая последствия, которые потом могут быть. Причем так, мы же с вами понимаем, что поедут, как правило, повезут, поедут жители беднейших стран. Вот беднейших. Я даже не про Индию сейчас говорю, потому что Индия потихоньку развивается. То есть это вот пояс вокруг Китая, возле Индии. Вот это без высшего образования, без знания языка, другой культуры, другой религии, как правило, вот в чем проблема еще мигрантов в Европе? Они не социализируются. Они просто-напросто создают свои сообщества. Они не интегрируются в правила Европейского Союза. И то же самое. Поэтому я уже слышал такие легкие-легкие звоночки. У нас, как говорится, проверяют почву, что да, у нас очень много выехало, нам придется завозить строителей, там еще кого-то. Я считаю, что нужно, наоборот, создавать условия для возвращения наших граждан. Это, как правильно говорят коллеги, человеческий ресурс – это нефть 21 века. Это, ну, это, да, какое нефть? Это самое дорогое, что может быть. То есть это особенно, если государство их обучило, они получили образование среднее, высшее, начальное, обученные, высококвалифицированные, работящие. Их возвращать нужно. Другой вопрос, что они сейчас находятся, те, кто выехал, в тех странах, где это уже все создано. И вот какой мотивацией вернуть? Ну, плюс, естественно, заявление некоторых нардепов, забрать у них паспорта. Ну, это нужно еще додуматься. То есть забрать у них паспорта легко, но тогда в Украине сотни тысяч, сотни тысяч из беднейших стран, мигрантов прибудут, которые не сильно будут хотеть работать, они будут хотеть жить на пособия. Украина пособия платить не сможет. Ну, и тогда начнутся всякие разные неприятности. Поэтому в данном случае уже сейчас нужно думать очень внимательно про и слушать тех, кто говорит, давайте сейчас привезем побольше сюда. Это здесь нужно соблюдать национальный интерес. Нужно нам это в долгосрочной перспективе? Не нужно. Как это повлияет на внутренние процессы в стране? Это все мы должны тоже учитывать. Поэтому смотрим, наблюдаем внимательно и за этой темой также нам нужно следить. Ну, безусловно, если в целом комплексно подойти к вопросу, то для украинцев вступление в Европейский Союз большой плюс. Открытые границы, возможность учиться, возможность работать, зарабатывать, конкурировать на равных в странах Европейского Союза. Для пенсионеров это возможность получать, не думать сейчас, да, если мы через 10 лет где-то вступим в Европейский Союз, ну, примерно, может, меньше, тем, кому 10 лет до пенсии остается, они уже начинают думать, так, секунду, а если не вступим, а на какую пенсию я буду жить? А как я вообще буду жить на эту пенсию? А как пенсионеры сейчас живут? А вот сейчас тарифы подняли, а тарифы будут поднимать еще дальше, потому что мы должны приводить потихоньку к нормам. Но болезненность периода переходного заключается в том, что мы где-то, может быть, будет перекос. Тарифы поднимаем, налоги поднимаем, а зарплаты не поднимаются. Вот в чем будет большая проблема этого переходного периода. Где-то будут перекосы, это все уже сейчас, я думаю, многие, кому осталось там 10 лет, 15 лет до пенсии, они уже начинают думать, так, а что делать? А есть у меня дополнительный доход? А ну-ка, сколько пенсия, я посмотрю, а как на этом можно жить? А сколько, а какие будут тарифы? А какие будут субсидии? То есть многие уже сейчас об этом думают. И, естественно, пенсионеры, которые просто по нулям там, где-то по краям каким-то выживают, это тоже на себе ощущаю. Так вот, для них тоже будет плюс, потому что я вам сейчас прочитаю средние пенсии в Европе. И да, Украина будет, конечно же, не на уровне Исландии или Люксембурга, но на уровне, на уровне, сейчас почитаю, там, какого. Ну, давайте я вам перечислю. Итак, самая высокая в Исландии 2,760 евро в месяц. Это пенсия, на секундочку. Люксембург 2,500. Ну, и там вот уже чуть ниже идут Ирландия, Бельгия, Швеция. Это вот десятку я вам перечислю. У них где-то в районе 1800 евро. Ну, есть, конечно, ниже, но, по крайней мере, там самая низкая, по-моему, около 1100. А, вот я вам сейчас точно прочитаю. Значит, смотрите. Польша. Я сейчас по средним пройдусь. Нет, по минимальным, чтобы вообще было понятно все. По минимальным. Сейчас я выстрою здесь на минимальную. Так, минимальная. Значит, Польша 813 евро. Ну, средняя, конечно, повыше, но вот даже по минимальной, если вы получаете 800 евро, я думаю, что нормально. Самую низкую, давайте прочитаем. Болгария 400 евро и Албания 375. Это минимальная пенсия. Ну, то есть, понятно, если мы переведем в гривны, это получается у нас, ну, там пусть будет 400, да. Ну, это приличные деньги. По сравнению, да, там и цены другие, но все равно это деньги, на которые ты не выживаешь по краям. И подчеркну, это минимальная пенсия. Среднюю зарплату давайте посмотрим. Подчеркиваю, средняя зарплата. Эстония 1700 евро. Это средняя зарплата. Давайте побольше кого-то возьмем. Франция 400 евро. Это средняя зарплата. Латвия 1400 евро. И давайте кого-то такого. Вот Бельгия, например. 500 евро. Это средняя зарплата. Ну, то есть, мы понимаем с вами, что это совершенно не наши реалии, но к этому нужно долго, долго идти. Давайте вот Польша вам специально рядышком с нами. Средняя зарплата 1500 евро. Ну, в общем-то, в общем-то, думаю, особенно это важно для пенсионеров, потому что, даже получая минимальную пенсию, ты не высчитываешь там вот до минимума все, как вообще тебе выжить. А иной раз, большинство пенсионеров выживают только потому, что им помогают дети. Одиноким пенсионерам это вообще просто какой-то ад. Тем более сейчас еще и с отключениями света, со всем остальным. То есть, когда у тебя там пенсионер же не может генератор себе купить. Ну, вот у него продукты в холодильнике, они же впрок бывает закупают там что-то. Ну, где-то по акции достали, где-то так. Ну, в общем, большие проблемы. Ну, и попалась мне статья интересная, когда опрашивали членов Европейского Союза, их граждан, опрашивая их, как по истечении 10 лет после вступления их страны, они оценивают. Главная мысль была, что стало лучше, но ожидали большего. То есть, вот по ответам примерно вот так было. То есть, они думали, сейчас вступим. Это опять же проблема недокоммуникации. Проблема того, что мы ну, или там со стороны государства на марафоне или где-то еще рассказывают, что будут сплошные плюсы. Это большой прорыв. Да, это большой прорыв. Да, это исторический момент. Да, самое важное, что мы здесь выбираем, выбрали свой вектор. Мы идем на запад, а не на восток. Как хотела Россия. Это очень важно. Но разъяснительную работу или, например, сообщить о том, что налоги будут повышены, тарифы будут подняты там в такой-то, такой-то перспективе. Ну, потому что мы гармонизируем наши в том числе там и финансовые институции. А это тоже нужно разъяснять. Хотите, заведите себя отдельного спикера. Назовите его там как угодно, чтобы он выходил просто спикер плохих новостей. Мы будем знать. Он выходит, говорит, будем поднимать тарифы, потому что вот так и так. Это нужно объяснять. Это нормально, абсолютно. Ну и да, мы должны понимать с вами, друзья, что Украина будет годами еще восстанавливаться после войны. Но украинцы трудолюбивый, свободолюбивый народ и уж строить, отстраивать они умеют прекрасно. Поэтому нас ждет, как говорится, еще один непростой путь в сторону Европейского Союза. А в реалии таковы, что действительно не раньше, наверное, 30-го года это произойдет. Опять же, подчеркну, очень многое будет зависеть от того, что в нашей и как в нашей стране будет происходить. Поэтому но новость неплохая. Новость неплохая. Поэтому спокойного нам всем дня. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, традиционно слава Украине. Редактор субтитров А.Семкин